всем привет всем привет хочу сегодня рассказать свои мысли на одну тему которую хотел затронуть в своем эфире со мной юрий рашкин известный блогер и классный чувак из америки но он вынес это даже заголовок а поговорить об этом мы не успели вот и потом уже после эфира он сказал эйдера я так и не задал тебе главный вопрос который хотела кто же правит рейхом я не задумываясь ответил народ и я хочу с этого начать вот этот ролик чтобы было понятно всем что никаких сверхъестественных вещей с каким-то там какой-то там диктатуры связанных с каким-то гулагом с каким-то северокорейским вариантов с какой-то сталинщины и так далее ничего этого в русском современном рейхе не происходило и не происходит это коренным образом отличает рейх диктатуры от там не знаю автократии деспотии как угодно называйте используя любую терминологию любых времен это не то что мы имеем на в случае с русским рейхом я даже не знаю насколько это лучше спросить у людей которые изучали пристально не так как я там несколько книг капристально изучали историю германского рейха на гитлеровского насколько там было то же самое но я думаю это наиболее близкий пример к тому что мы имеем сейчас с русскими но все таки у гитлера были масштабные репрессии в том числе по отношению вернее он их начал по отношению к немцам по разным категориям немцев но не буду все это пересказывать наверное вы все знаете вот но тут же мы имеем место с абсолютно иной формы рейха это рейх основанный на любви вы будете смеяться или злиться на меня за это слово но это рейх построен на любви безусловно это любовь пещерная это любовь к унижению других это любовь к созерцанию чужих страданий это любовь к мании величия она же мания преследования это любовь к палке по спине и бутылки в еще одном месте но так или иначе это любовь это не принуждение это путин не изнасиловал россию он ее взял по любви и когда он говорит что я женат на россии он вообще ни разу не врет это одно из немногих в чем он говорит правду он правду говорит всегда о своих намерениях людоедских маниакальных просто его делают и что не слышат и делали вид и до сих пор делают вид да вот и единственное что его сдержит личный страх сцикливость ну и конечно вот правда в том что действительно он женат на россии и россия до сих пор да может быть отношение кто-то скажет что подувяли чуть-чуть что не давно не было таких обновлений всплесков сексуальности типа оккупации крыма или наказание грузии грызунов и так далее вот давно такого не было но планировался естественно вот этот вот всеобщий оргазм киев за три дня окончательное решение украинского вопроса и так далее но не вышло с этим как-то самец стрельнув куда-то там на обои если вообще было что-то у него вот но ожидания были большие но не получилось да и вот как-то давай несмотря на то что он промахнулся безусловно из киев за три дня и вот с этим пригожинским всем этим трэшом тем не менее никто не отменял и никто не только люди ангажированы или для своих целей каких-то это говорящим могут сказать что русские разлюбили путин окончательный бесповоротно как вот прористать ленты ютуба путин не то что болен там 40 болезнями и скоро умрет это все понятно вот он только делает что умирает вообще человек только и дел любой даже анти человек и любой даже человек на любой млекопитающим всю жизнь только и делает что умирает на самом деле да и ничем другим он не занят вот но вопрос в сроках да и в предпосылках и причинах и следствия да так вот он не только не собирается умирать и он сейчас вот на мой взгляд да в элитах понятно в циничных вот этих элитах бабловых там все понимает это может быть даже и важнее что он как бы не самец уровня сталина уровне там ивана грозного всех его там кумиров и даже до екатерины не дотягивает вот но что касается народа простого который благодаря которому он стал фюрером и который несет его до сих пор я думаю что они к нему сейчас относятся примерно как к позднему брежневу вот что он гарантия все так смотрите как тревожно в мире в мире неспокойно и вот если не владимир владимирович да может быть он где-то что-то и неправильно сделал да но он тоже человек да ему виднее с другой стороны а ему весь запад противостоит да а что мы можем сделать да украинцы же не сами воюют это же американцы все да мы с америкой целеснулись а то бы она нас оккупировала кого куда да и вот на фоне всех этих трудностей которые фюрер преодолевает спокойно с такой бабушкиной улыбочкой с такой вот с этим говорком бабушкин только платочка не хватает вот он брежнев поздний сейчас для них вот и у брежнева тоже было бы была война да ну другая в другом месте и далеко и так далее и не такая как война с украиной чего он не ожидал но тем не менее как бы он сейчас а страшно вот сейчас владимир владимирович потеряет власть а что же будет с родиной с нами это думает об этом не только какие-нибудь губернаторы которые всю жизнь просто время бы остановили и так и сидели бы на подсосе там строили бы свои виллы и так далее вот дальше вот и понятно что вот непосредственно эта война тем более в таком виде в котором она происходит она им не нравится но с другой стороны им не нравится и то есть ли какой-нибудь другой чувак придет к власти и начнет их потрошить а потрошить они будут а как без этого да это же русский бунт подожги усадьбу а что да раб должен стать рабовладельцем все как положено поэтому сейчас многие я думаю что и сплотились вокруг путина так ментально да какой бы он ни был и даже противник какие-нибудь путин смотрите-ка какой бы он ни был а все-таки человек слова вот сказал пригожина что не тронет и не тронул без без единого выстрела как нам вот все нравится еще с крыма не прошло без единого выстрела значит это их такая философия если ты совершил преступление но без единого выстрела или ты мудила полный там и людоед но без единого выстрела то это чикатило хороший значит для них без единого выстрела естественно да вот и они смотрят на него как с одной стороны многие злятся что он не как сталин но это на публику понятно с другой стороны они радуются что он не как сталин потому что был бы как сталин долго бы не поговорил бы ни стрелков там никакой не какие-то там военкоры, там что-то они там позволяют себе там где-то франдить, да, и даже по их телевидению там иногда что-то там, какие-то сомнительные они вещи говорят, проговариваются там в рамках этого всего спектакля, но если бы он был реально Иваном Грозным, Сталином, Лениным, там не знаю кем и так далее, такого бы не было, он добрый фюрер, они его любят в том числе и за это, за то, что он им, да, Навальный все сокрушается, что они много украли, да, они много украли и слава богу, что они много украли, да, себе на виллы, а не на ракеты, вот, и это Навальновское лобби против коррупции в ракетостроении в российском, но это просто сумасшедший дом, то, что их на западе держат, их первых надо гнать обратно в Россию, пусть занимаются там дальше борьбой с коррупцией в ракетостроении, безуспешно, естественно, потому что систему такую не сломаешь, она очень многим выгодна на самом деле, они так живут, да, еще воровство и украсть еще, вот, значит, но я про то, что он не является никаким зверем, никаким, они его любят, потому что он добрый, это самый добрый фюрер на земле, я много раз уже говорил, не было таких, еще диктаторов, даже условно там травоядные диктаторы какие-то, они все равно много людей клали убитыми, там, репрессировали семьи, там, репрессировали ГУЛАГ и так далее, так, в России такого нет, в России меньше политзаключенных, они пытаются все их насчитать огромное количество, но во всей России меньше политзаключенных, чем представители Крымлы, коренного народа Крыма, которых они арестовали и вывезли на территорию России, их больше, чем представители народа, которых в тысячу раз меньше, чем вообще всей Украины, однотысячные, это крымские татары, крымлы, правильно так называть, крымцы, так вот, и даже представители моего народа в тюрьмах русского рейха больше, чем русских диссидентов, всяких там политзаключенных, они еле-еле там насчитывают это, да, сравнить, да, 146 миллионов, там, и 300 тысяч людей оккупированных, да, вот, 146 миллионов прекрасно себя чувствуют, практически никто не посажен, а кто посажен, ну, в общем, это часть системы, Навальный, который сказал, что оккупация Крыма, это зашибись, но чем он не часть системы, он же открыл дорогу дальше к маломасштабной войне, и с Грузии еще это началось, с грызунов, с ненависти ко всем нерусским, которые он культивировал, вместе с властью, хором с властью, да, он такая же часть, система, так же, как и этот псевдо-оппозиционер Илья Яшин, который был там в военкомате, работал, все это знают, приказал, родину любит до сих пор, пишет дебильные письма, откуда-то из застенков гестапо, значит, протестует против президента Чехии, но им заняться больше нечем, там, я думаю, в камере-то вот в этой, в страшных вот этих застенках гестаповских, да, где нет ни связи, ни воды, ни света, ни тепла, ничего нет, да, есть только душевное тепло фюрера, который почему-то вместо того, чтобы их убить, их там кормит, поет и дает еще выходить во внешний мир, писать статьи, треды такие в твиттере большие, значит, реагировать на события в мире, давать политические оценки, писать письма президентам западных стран, да, ну, что-то такого я не помню, ни в какие времена, даже при Брежневе, позднем, такого не было, вот, ну, интернета, понятно, не было, но они, как давили и прессовали Сахарова, эти пишут, передают спокойно свои тексты, Сахарова, чтобы текст передать за границу, это была целая история, там, у него портфель воровали и так далее, а тут из тюрьмы, да, пожалуйста, вообще, красота, да, и все это вообще попахивает большим фейком, когда говорят, вот, у Навального нет даже карандаша и бумаги, дайте карандаш и бумагу, ему нечем писать и ничего он не знает, и радио все отключили, потом проходит три дня, его заявление на актуальные темы, и карандаш, и бумага, и его, этот, лжецы, там, манипуляторы говорят, что он, да, он из камеры нам присылает эти твиттеры, твиттер, а как такое может быть, а как тут одно с другим не сходится, но их это не волнует, понимаете, и все эти политэмигранты российские, там на самом деле, вот, реально, посмотреть уголовные дела, есть на меня, на Аркадий Бабченко, еще с каких-нибудь непонятно лет, там, они все это, потом мне засекретили эти дела, я даже не знаю, какой у меня приговор, уже три года они там судят, заочно арестованы и так далее, вот, а у всех этих людей, у всех этих беглых эховцев Москвы, которые сейчас за раздел Украины агитируют, помиритесь на тех границах, которые есть, вот, иноземцев, подонок, выступил, бывший мой знакомый, значит, передайте ему мое презрение, выступил за то, чтобы оставить России оккупированной территорией, и помириться таким образом, пусть он кого-нибудь из своих близких отдаст Путину и мирится с ним потом, ладно, а морал абсолютно бесстыжий человек, я очень сильно в нем заблуждался, ну, так вот, неважно, они все свою функцию делают, так вот, все эти люди, все эти люди, они не подвергнуты никаким репрессиям, Запад их привечает, просто в манировочной показывает, я иностранный агент, и Запад, о, гонимый человек, надо же, иностранным агентом признали, а что из этого следует, да ничего, это охранная грамота, ничего из этого не следует, плюс пропуск Западный мир в любую страну, где вот этих вот либералов принимают, где они потом организуют дожди, медузы и прочую там мокроту разводят, да, начинают плевать в Украину, редакция BBC плюет в Украину русская, значит, каждый день, они каждый день пророссийские материалы выпускают, значит, я уж не говорю про эхо там, про все эти новые газеты, медузы и так далее, вот, это все тоже часть отряда рейха, который спокойно может и летает, я уверен, и ездит в Москву и обратно, и все у них нормально, и квартирки они там сдают, и все они живут там прекрасно, у всех все зашибись, да, и это все называется массовой путинской репрессией, страшный фюрер построил страшный кровавый рейх, где он кровь проливал у вас там, такую, которую можно было сравнить даже с тысячной долей крови, которую он провел в Украине, которую вы в упор не замечаете, говорите про наших мальчиков, там так далее, несчастных, да нигде, потому что вас он не трогает, и вас он вполне устраивает, и фюрером он стал и к русским обращать, только потому, что вы этого захотели, потому что вам понравился Штирлиц, вы Штирлиц выбирали, вам понравился характер нордический, маньяк обыкновенный, добрый, вот первый в истории человечества тоталитарный или там авторитарный правитель, наверное, который настолько добр, то есть его доброта, она просто не знает никаких границ по сравнению к своему плебсу, это и при том, как он показательно жесток по отношению к другим людям, да, вот например, ну Гитлер до такого не опускался совсем уже, да, вот до такого, чтобы бомбить германы и города, которые по-немецки говорят люди, да, а он спокойно, украинцы для него не люди, многие до сих пор этого не понимают, вот на Троещине мой товарищ видел подростков, которые русскую музыку слушали, он колонку разбил об стенку там, перестали слушать, вот, из Бахмута слушали русскую музыку, так и не поняли ни что к чему, так ему все равно, какие украинцы говорят, а может быть, если они говорят по-русски, так еще и больше их надо наказать за это, вот так он мыслит, да, людоедский, он про целые города и села уничтожал людей, которые, блин, и даже русское телевидение смотрели, и сериалы, и там, и все, и русские песни пели, и до сих пор вот еще не прошло у некоторых, да, мало, видать, было, вот, полного изгнания, потери всего, но этого люди тупые и непроходимы, их, конечно, меньшинство, но они такие тоже существуют, вот это тоже продукт русского мира, да, то есть все равно русские хорошие, все равно ничего там, да, они все равно, ну да, заблуждаются, да, как и на Западе, но они заблуждаются, но вот они все равно же хорошие, там, Чехова читали, там, вот, Муму и так далее, вот, и вот этот вот, и одновременно уничтожая всех, на кого просто как спасадистки, наиболее кроваво, Мариуполь, Буча, расстрелы, убийства, изнасилования, детей и так далее, да, к своим он, вот, к своей Раше, которая его выбрала много раз президентом, и, ну, понятно, что это фюрерство абсолютно, он относится хорошо, он им благодарен, он их не трогает, по сути дела, он их нормально кормит, он даже всеобщую воинскую обязанность не объявил, да, он не закрывает границы, это лучший рейх, который существует, понимаете, они поэтому так и разбегаются оттуда, сбегаются туда, так и за свой рейх переживают, чтобы, не дай бог, он не развалился, конечно, фюрер-то добрый, нормально все, все хорошо, просто нового фюрера надо, еще более доброго, какого-нибудь Навального, и дальше будем жить, как жили, да, вот, и это их абсолютно рейх держится, источником власти в рейхе всегда является народ, никакой не фюрер, если бы народ был против, его бы не было ни секунды, и он это прекрасно понимает, и вот эти кровавые шоу из Украины, и ракетные обстрелы, то, что они показывают каждый день по телевидению, да, это как раз показатель того, что люди, значит, знают, Путин знает, чем кормить свое население, он и сам удовольствие получает, и им кормят, вот это все, и они абсолютно довольны, их никто не трогает, бухла полно, западные санкции полная фигня, все у них там есть, ну, на уровне потребления и так далее, практически все, все нормально, фюрер добрый, никаких массовых репрессий, смотрите, он никого даже после бунта не казнил, такой немыслим, ни при Екатерине, ни там, тем более, при Иване Грозном, ни при Сталине, добрейшей души маньяк, добрейшей души маньяк, да, и их устраивает, и они его никогда не свергнут, никогда они его не сбросят, это возможно только внешней силой, никак иначе, это только могут прийти, тогда, да, они раздвинутся, как обычно, свои там эти самые булки и скажут, ну, да, вот новая власть пришла, надо слушаться, подчиняться, но сами они его никогда не скинут, потому что, ну, зачем скидывать того, при котором ты комфортно, нормально живешь, да, и который тебе дал, подарил эту всю безбедную жизнь на нефти, на газе и так далее, за что, собственно, они должны, то, что они там недовольны, кто-то Путин, да вы в жопу должны его целовать, вы никто, звать вас никак, значит, вы ничего не делаете, ничего не производите, кроме впечатлений мудаков, а он вас ведет и за собой, и без принуждений, сами, все сами, сами работаете на военных заводах, сами идете в армию за деньги большие, убивать террористическую и так далее, то есть, власть в рейхе полностью принадлежит народу, и поражение должно быть нанесено не Путину, если поражение будет нанесено Путину, скажут, что, ну, этот немножко неудачный, значит, следующий лучше будет фюрер, давайте сюда Навального и там кого-то еще, да, и будут пробовать снова и снова, и снова, и снова, поражение должен потерпеть этот народ, который привел его к власти, который обожает его до сих пор, да, даже если ворчит, да, и который абсолютно либо молча, либо активно соучаствует в геноциде украинского народа, если не будет наказан этот народ, наказана эта преступная группировка под названием «Русские через Z», да, уже теперь окончательно ясно, что это не название, это состав преступления, ничего не изменится, власть, источником власти в этом рейхе есть население, и это нужно доносить всем, и это доносить всем тем более, что на Западе, вот сейчас и в странах Балтии и так далее, где большая концентрация этих навальнистов, всяких хороших русских, да, они же все убеждают в том, что Путин вообще сам виноват, а мы ни при чем, а мы вообще-то русские люди хорошие, не надо нас вот акулами там травить и так далее, мы такие, смотрите, как вам не стыдно нашего Чайковского там, Достоевского не читать, Пушкина, какие украинцы неграмотные, невежественные, что они не хотят нашу культуру вот эту, да, и так далее, они будут до конца беречь свой рейх до конца, поэтому враг не Путин, враг это те, благодаря которым он пришел к власти, я еще раз напомню, я несколько раз это вспоминал в своих воспоминаниях, но и в роликах, как было, когда люди видели из его пула журналистского, это еще начало 2000-х, когда он со Шрёдером, со своей проституткой, они шли где-то по какому-то городу, то ли Нижний Оград, то ли Москва, то ли Санкт-Петербург, по-моему где-то провинции было, и он сказал на ухо Шрёдеру, но чтобы было слышно, видишь Герхард, они хотят царя, они хотели фюрера, это правда, и они его получили, и это он, это они все, частично, какой-то частью, каждый из них, я вас в этом уверяю, потому что я как человек, который прошел, ну как бы в этой стране прожил жизнь целую в 43 года, я вас заверяю, что ни одного человека не осталось из тех, с кем я когда-то общался, прожив там 43 года, включая родных, близких, знакомых, полузнакомых и так далее, никого, коллег никого, они все за одно, все за свой рейх, за свое, они все остальные чужие, это они его построили, этот рейх, они несут этого фюрера, даже если ворчат что-то про него, не верьте им, да, это просто вот когда банда рушится, там говорят, наш пахан был не очень, да, очень, нравился, когда успешный был, зашибись, это потом и все, ну мы же знаем, как это все работает, да, поэтому никаких там хороших нет, если они где-то вылезают и начинают бить себя пятками в грудь, гоните их отовсюду, затыкайте им рты, пусть либо возвращаются в рейх, либо ведут себя прилично, не портят воздух, не портят политическую атмосферу в странах Балтии, в других странах, от них воня уже на всю Европу стоит, да, они теперь, значит, нападают уже на премьер-министров, на президентов европейских стран, они порали домой, черти, они порали в любимый рейх, вас там никто не тронет, но максимум бутылка, и то не обязательно, вот то вообще, о чем многие подумали, бутылка, виски с властями, все нормально, все будут на своих местах, поэтому надо четко не разделять фюрера и его народ, фюрер без народа невозможен, рейх без народа невозможен, рейх может быть только построен народом, но что они и сделали, если это народом можно, конечно, назвать. Продолжение следует...